Вы когда-нибудь сажали томаты на рассаду в мае? Вот и я такого не делал. После потери большей части рассады от заморозков думал дня три, но все же решился и замочил семена томатов. Сортов конечно будет меньше чем обычно, но все же более 60 точно будет. Сейчас многие возможно начнут критиковать мое решение и частично будут правы. Поздновато уже сажать томаты, но я решил так, не хочу пропускать сезон. Считаю, что вполне реально вырастить томаты, посадив их в мае. Понимаю, что полной отдачи урожая я скорее всего получить не успею, но по нескольку кистей уверен получу. А это уже очень интересно и даст возможность оценить пусть не урожайность, но вкус плодов точно. Знаю тех, кто выращивает томаты безрассадным способом, высевая сразу в почву. Так они у них еще даже не взошли на участки. Понятно, что обычно для таких целей выбирают лишь раннеспелые, детерминантные сорта. Но я попробую. Заодно это будет что-то вроде эксперимента. Я уже ничего не теряю. И вам возможно будет интересно, получу ли я урожай, посеяв томаты на рассаду в мае. Томаты я уже посеял и они уже растут. Некоторые сорта уже не выращу в этом году, так как были потрачены все семена, но появились и новые сорта. Время идет быстро. О том, как все будет получаться, я вам буду рассказывать. Еще хочется сказать несколько слов и ответить на комментарии к предыдущему видео. Конечно, прежде всего спасибо за теплые слова и поддержку. Благодарен всем. Было много предложений передать мне свою рассаду. Спасибо вам огромное. Мир держится на доброте таких, как вы людей. Поражаюсь всегда, как много людей способны поделиться с другим человеком в трудную минуту. Спасибо вам. Отдельная благодарность человеку, который уже второй раз поддерживает канал материально. Я не знаю вашего имени, но вашу помощь я очень ценю. И отвечу на некоторые комментарии. Рассады у меня было примерно 400 корней. Когда случились заморозки, часть была высажена уже, а часть находилась еще в стаканчиках. Вся рассада была под двойным слоем 60-го агроволокна. Возможности как-то согреть рассаду или увезти ее не было. Поверьте, когда два месяца носишься с таким количеством рассады в квартире, то при возможности сделаешь все, чтобы она не померзла. Многие писали, что я слишком поспешил. Это и так, и не совсем так. Спешки не было. Это спорный вопрос. Вы уверены, что когда высадите свою рассаду, то точно не случится заморозков? Думаю, никто не уверен на 100%. Рисковал ли я? Это да, но не спешил. Рассада была вывезена в парник позже привычного для меня срока. А причиной того, что я не стал более терпеть и рискнул, было то, что она уже начала перерастать и физически не хватало ни места, ни света в квартире. Многие указали на то, что я использовал агроволокно в парнике вместо целлофановой пленки. С этим абсолютно согласен. У меня установлено четыре парника и один из них пленочный. Вот в нем рассада померзла лишь немного. В парниках из агроволокна потери составили до 90% рассады. Массированная реклама агроволокна с преимуществами перед пленкой оказалась всего лишь рекламой. На следующий год я уже решил, парники мои будут не из двойного слоя агроволокна, а однозначно из слоя толстой пленки и только вторым слоем будет агроволокно. В комментариях меня ругали за то, что я слишком рано посеял томаты на рассаду. Это тоже спорный вопрос. Во-первых, у нас в разных регионах разные условия. Я бы, к примеру, никогда не сказал, когда вам сеять томаты на рассаду, потому что нужно жить в этом регионе, чтобы знать эти сроки. Обычно я высеваю томаты 4 марта. Это позволяет мне вывозить их на дачу примерно в 20-х числах апреля в парник. По возрасту получается рассаде примерно 45-50 дней. Это отличный возраст для рассады. Иногда для получения более раннего урожая я могу себе позволить посеять семена томатов 26 февраля, а иногда 10 марта. Вот такие у меня реальные сроки. Естественно, я могу сдвинуть эти сроки и не рисковать, что скорее всего и сделаю для большинства количество рассады в следующем году. В любом случае погода нестабильная и чем больше дней будет у вас для маневра, тем лучше. Но каждый принимает решение о сроках самостоятельно, а риск есть всегда. Что с подмерзшей рассадой и почему я не показал всю рассаду? Удивил вопрос в комментариях о том, почему я не показал всю замерзшую рассаду. Вы серьезно? То есть, когда вы приезжаете к себе на дачу и видите помороженную рассаду, то у вас будет желание снять каждый кустик на видео. Даже не буду это комментировать. И вообще, я снимаю и показываю то, что считаю нужным. Рассаду, которая была высажена уже в почву, я естественно не вырывал. Буду следить за ее состоянием. Если пойдут пасынки, то буду формировать новый куст. Рассада, которая оставалась в стаканчиках, померзла намного сильнее. Там реально 80% замерзло полностью и показывать в принципе нечего. Пустые стаканчики практически. Небольшая часть рассады не была вывезена из квартиры. На нее теперь вся надежда. Было много комментариев по поводу эпина. Эпином я обработал заранее рассаду еще перед вывозом ее в парник. Потом обработал уже после высадки. И в самом парнике. После произошедших заморозков также применял эпин. Считаю, что свойства эпина многие слишком преувеличивают. Это не волшебное средство. Еще несколько комментариев о том, что лучше купите рассаду и не мучайтесь. Или вообще купите помидоры. Рассада с рынка меня не интересует совершенно. Я знаю какую рассаду там продают. Меня не интересует ни их 30-дневная рассада, ни те сорта, которые они впихивают покупателям. Томаты у меня не бизнес, не способ прокормить семью. Это мое увлечение. И если кто-то этого не понимает, то пояснить я, наверное, не смогу. Но думаю, большинство моих подписчиков и зрителей меня понимают. В общем, всем произошедшим я, конечно, расстроен. Но деваться уже некуда. Буду как-то выкручиваться, что-то придумывать. И буду теперь более осторожно относиться к весенним ночным заморозкам. Отдельная благодарность за ваши комментарии. Я принимаю к сведению и обдумываю все ваши советы. Всем удачи, пусть ваши томаты растут и не мерзнут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok